здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте у меня все бурлит все готовится потому что я заранее всегда все готовлю вот сейчас собираюсь готовить завтрак думаю поделюсь что я использую я использую вот такую смесь смесь хлопьев смесь злаков и так далее когда допустим не бывает негде купить вот такую прелесть я не буду показывать вам фирму 9 злаков плюс лен я всегда использую такое либо 15 либо 15 злаков но если вдруг нету что я делаю дорогие мои во первых я беру хлопья овсяные и туда уже добавляю сама добавляю лен добавляю в грецкий орех арахис вот эту свою белковую смесь приправу перемолотый перемолотый лен перемалывают туда грецкий орех перемалываю тыквенные семена в общем все орешки которые есть, я перемалываю, и даже добавляю чечевицу перемолотую, и вот это все заливаю. Боже, какая это смесь, насколько это полезно. Вы знаете, вообще я называю ее пастушья каша, потому что вот эту пастушью кашу, ее в принципе придумали-то пастухи, просто не все об этом знают, они сдабривали медом, молоком, кусочками ягод и все. А был такой доктор Бихер Бинер, и он усовершенствовал рецепт, немец, немец. Он добавил к этой смеси, значит, овсяные хлопья и стал кормить пастушьей кашей пациентов своей клиники. И больным понравилось, а доктор обнаружил, что у его подопечных улучшилось пищеварение, то есть орехи, ягоды, молоко, мед и овсянка, и пищеварение улучшилось. Он стал наблюдать, произошло это благодаря тому, что вот зернышки овса и пшеницы, он смесь сделал, смесь, богаты клетчаткой, которая улучшает состав микрофлоры кишечника, помогает переваривать пищу, а заодно снижает уровень вредного холестерина в крови. У кого проблема с холестерином, вот поставьте себе это на заметку. Вы знаете, клетчатка, она далеко не единственное богатство вот этих, скажем так, пастушьих каш. Это и мюсли, их называют по-разному. Правда, не советую те мюсли, которые вот с такими сухими, сладкими фруктами сушеными. Вот тут сушеные фрукты могут быть обработаны очень плохими веществами. Мало того, еще могут быть подкрашены. И это все, конечно же, портит. И вы знаете, есть то, что есть там, группа витамина В и витамина Е, это свидетельствует о пользе этого продукта. А не так давно выяснилось, что вот такие мюсли полезные, которые повышают настроение. Ученые провели эксперимент. В течение четырех недель участники эксперимента каждый день съедали на завтрак по 50 грамм мюсли. И результат не разочаровал ученых. Уже через неделю у испытуемых поднялось настроение, улучшилась работа головного мозга, а чувство усталости снизилось на 10%. Но со временем доктора Бихера Бинера состав мюсли значительно обогатился. И теперь в них добавляют орехи, как я это делаю, семечки подсолнечные, в общем, сухофрукты, варенье и даже шоколадную крошку. Ну, многие добавляют и какао. Я бы еще добавила корицу, имбирь, и это то, что надо. Мы не стоим на месте, мы движемся, друзья мои. Во-первых, мы улучшаем вкус, мы делаем калорийность, и я люблю компоновать. Теперь, если вдруг, ну, вдруг, вот, ну, нету, нету вот таких у меня замечательных 9 злаков и 15 злаков, что я делаю? Значит, я беру сама и все, все, все компоную, добавляю. У меня получается, ну, просто атомная такая смесь. Я, если делаю фруктовую, то это у меня, туда идет все. И яблочки, туда идут игрушки, нарезанные игруши, и банан, и ягод, целая плеяда ягод, потому что я замороженными огромное количество ягод держу. Туда и персики идут, у меня, кстати, замороженные персики, с моего сада, конечно же. Абрикоски, мед, орешки, и, конечно, это сладкое получается очень вкусное. Ну, а если соленое, я обычно либо бульончиком курином могу залить для сына, для себя, конечно, водой, либо куриным, либо водой, кипяченой водой. Делаю все просто. Вот таким вот образом я делаю. Например, для меня вот это на весь день до двух часов дня, до трех часов дня я спокойно себе, хорошо себя чувствую. На обед я обычно люблю жидкое. Я любитель жидкого. Так, теперь вот это все я с вечера оставляю. Или на несколько часов. Для мягкости, мягкие станут у меня орешки, вот я добавляю грецкие орехи, потому что грецких орехов обычно в этих смесях вы не найдете, а орешки нужно добавлять. Вот. Я делаю соленую смесь в этот раз. Оливковое масло или еще какое-нибудь масло. У меня обычно целая плеяда масел. А потом еще в конце, ну, когда это все уже распухнет, станет таким хорошим, мягеньким, соевый соус, обязательно добавляю, если я делаю соленую, немножечко имбирь, вот в этот раз сухой. У меня есть имбиротерапия. Посмотрите, зайдите на Кэтрин Докс. Это канал Кэтрин Докс. Чтоб вы знали, вот канал, который противостоит раку. Нет такого заболевания. Противостоим всем заболеваниям. Вот если кушать такие смеси, это очень полезная смесь. Очень. Еще раз повторяю. Необыкновенно полезная смесь. Никогда никакого рака у вас не будет. Никогда-никогда лишнего веса у вас не будет. Но не вздумайте кушать вот такой вот завтрак, заедая хлебом. Это просто издевательство над организмом будет. Теперь вы не пьете водичку и не запиваете этот завтрак. Вы покушали и ждете минут сорок, пока организм свою работу выполнит. Только через сорок, через час, через сорок минут можно выпить жидкость какую-нибудь. Попить чаек или, если вы хотите, сок выпить или еще что-то. Ну, что вы хотели бы выпить. Не нужно кушать и запивать. Вот это ошибка, но, наверное, половина нашего населения. Так меня научил профессор Иван Павлович Немовакин. Мне нравится, что сюда входит еще и такая, знаете, раздробленная немножечко кукурузка. А это тоже прекрасный источник витамина К. Он необходим для слаженной работы сердечно-сосудистой системы. Вот именно наличие этого витамина тоже может объяснить тот факт, что жители районов, где традиционно выращивают кукурузу, реже страдают от болезней сердца и сосудов. Еще одно достоинство кукурузы – это высокое содержание витамина Е. Это витамин молотый. Кожа молодая и все замечательно, если вы употребляете витамин Е. В кукурузке есть витамины группы В, железо, калий и магний. Вот все эти полезные вещества, они имеются вот в таких кукурузных хлопьях, которые также добавлены вот в эти злаки. И в процессе обработки зернышки теряют большую часть витаминов, но, в общем-то, все равно много чего остается. Еще иногда я вот в такую кашку, скажу вам честно, когда уже готова, вот смотрите, уже почти готова, я добавляю пророщенные всякие разные семена. Ну, например, сейчас у меня пророщенная соя. Я вот измельчаю и немножечко ее добавляю. Можно мелко порезать, если вы делаете соленую, и добавить ламинарию. Это вот тоже прекрасное сочетание утреннее. Вы знаете, ламинария, она богата йодом. Это вообще прелесть, просто прелесть. Так, ну а я в это маслечко добавлю, ой, я в эту смесь добавить должна оливковое масло. Немножко, несколько капель. Я люблю в смеси, не одно масло какое-нибудь. Очень люблю добавлять кунжутное масло. И еще я добавлю. Добавлю подсолнечное масло. Мясо. Тоже вот так. И соевый соус. Вместо соли соевый соус. Все. Вот это очень полезно. Это замечательно. И хорошо. Ну, а ламинарию я, наверное, отдельно все-таки покушаю. В прикуску, скажем так. Так, ну вот и все. Сейчас еще немножечко все это вместе. Вот так вот запариться с маслом. Все. И это, скажу я вам, изумительная вещь. Ну, а я люблю. Будьте, люблю вас всех. Будьте благословенны. Пусть Господь Бог и зовет на вас и на ваших близких здоровья. Радости вам. Счастья вам. Наслаждайтесь каждым днем. И кушайте для того, чтобы жить здорово, а не живите для того, чтобы кушать бесперестанно. Люблю вас. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин